Народный контроль в Чебоксарах продолжает проверять аптеки, в которых торгуют спиртосодержащими жидкостями. Напомним, 17 аптечных сетей из 32 на добровольных началах подписали меморандум о запрете продажи так называемых фанфуриков. Цель очередного рейда – посетить те аптеки, что еще не подписали документ. О вреде фанфуриков говорят уже все и повсеместно, и даже в аптеках, не присоединившихся к меморандуму, спиртосодержащие жидкости перестают продавать. Ну вот видите, результат есть. Да, мы просим, Талин, почему нет и не будет. Вот этот двор уже очистился. Очистился, да? Очистился. Двор, хотя бы под окнами они не стоят, как раньше, например, они стояли. Купики вот во двор вышли, и там прям стоят, и какая-то водичка, бутылочка у них, и вот это хотя бы мы уже не видим. В среднем выручка аптеки за день составляет 3-4 тысячи рублей, но спокойствие и чистота стоят дороже, решило руководство это учреждение. Фанфуриков в продаже нет, но следы их остались. Управляющей компанией, учреждением, расположенным поблизости, придется не только прибраться, но и заплатить административный штраф. Выйдя в солидную комиссию, многие жители рассказывали, где продают фанфурики. Информация подтвердилась. Заметив штрих-коды рядом с кассой, Ирина Клементьева предположила, что выручку на осептолине здесь делают неплохую, но едва завидев комиссию, продавец убрала чеки. А вот, она держит готовый и сразу пробивает. Асептолин. Вот он, она держит. То есть никуда не надо ходить, она уже лежит на кассе. Явно часто используется. Руководство аптек, в которых по-прежнему продают эти жидкости, пригласят на заседание круглого стола в администрацию города для решения вопроса о приостановке продажи фанфуриков. Ведь прибыль от продажи небольшая, а вред здоровью людей, употребляющим такие средства, наносится огромной. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин